здравствуйте друзья в этом ролике я хочу поговорить про курение значит начнем с того что курение это пагубная привычка это нехорошо и как бы я никого не призываю курить но в то же время те кто курят те меня поймут то есть это ролик для тех кто в общем-то курит и я надеюсь скоро бросит я сам об этом задумываюсь во первых на сегодняшний день это очень дорого реально очень дорого все кто курит меня сейчас четко понимают значит пока я не бросил пока я не бросил продолжаю курить я задумываюсь над тем как бы как любой нормальный человек как это делать максимально дешевле и таким образом я значит перешел на курение табака то есть не они покупают сигареты я покупаю табак значит табак продается либо в пачках там по 40 грамм или по 30 грамм что стоит тоже дорого что в таких банках такая банка стоит по моему 500 гривен это очень много как бы в ней всего там каких-то 140 грамм то есть как бы проблемочка да то есть как бы курить в итоге становится дорого я нашел в себе людей которые выращивают табак и успешно им торгуют я покупала себе значит табак на вес купил допустим то тут полкило табака стоит недорого в разы дешевле чем покупать его значит магазине скажем так методом проб и ошибок я нашел себе нормального поставщика у которого табак качественный табак надо не только вырастить ну и потом его привести в состояние такое чтобы он стал курительным табаком он должен пойти ферментация он должен быть нормально нарезан очищен но это целое дело целое дело но в итоге получается намного дешевле раз и второе я знаю что я курю табак что это чистый продукт а не то что в сигаретах сигаретах никто не знает толком что за вместо табака насколько я понимаю там табака как таковой и нету там какая-то бумага какими-то химическими методами и способами приведена вид табака но табаком это не является и ничего хорошего в этом я не вижу я вообще в курении ничего хорошего не вижу но коль уже человек курит лучше курить что-нибудь натуральное значит как происходит процесс я сначала покажу как все это происходит значит есть несколько вариантов из табака сделать сигарету либо приспособления чтобы его курить значит можно забивать гильзы продаются отдельно гильзы машинка к ним машинок великое множество начиная от таких элементарных которые насыпал руками закрыл там отдел гильзу я покажу как это делается и там насчет раз два у вас получается сигарета есть такие машинки которые с гильзами они электрические но вся тоже видов и достаточное количество можно крутить самокрутку чем я занимаюсь я можно скрутить руками это несложно надо иметь как бы некий навык потренироваться и она получится есть специальные машинки для того чтобы крутить самокрутки я вот непосредственно сейчас пользуюсь машинками для самокрутки вот так вот такого вот вида значит машинка она недорогая совсем недорогая она очень проста в использовании и вот такими я пользуюсь машинок тоже видов я знаю только вида 3 с крышкой там ты такие сяки но пришел к тому что вот такая вот самая простая система она самая надежная и она дает ожидаемый результат потому что есть там где были как в виде подсигара там у тебя и табак и бумажки лежат все как бы на месте ты все сделал как надо закрыла она скрутила тебе какую-то нюшенькую палочку которую невозможно не курить не там можно ухи поковыряться а курить я нельзя такие машинки дают ожидаемый результат то есть все сигареты получаются восьми миллиметровые продаются кстати фильтры можно ставить сначала фильтр потом положить табак потом бумажкой закрутить и получите получается просто абсолютно адекватная нормальная по виду сигарета но по виду и по качеству абсолютно нормально значит давайте я вам покажу вот именно то на чем остановился я значит берем машинку у нее есть два ролика надо вот таким вот образом сделать ложбинку потом взять щепотку табака ну вот вот столько уложите вот сюда вот в эту вот ложбиночку что вы сделали то есть вот в принципе столько табака и идет на сигарету то есть буквально по большому счету щепотка потом таким вот образом закрываете машинку вот тут вот такой пазик поэтому пазику и проворачиваете пару раз все таким образом вы уже сформировали табак видите он уже лежит прямо скручены красиво все покрутили все в сторону берем бумажку у бумажки есть клейкая лента клейкая полоска намазанную полосочка намазанная клеем вставляете ее в эту щелочку и проворачиваете вот она зацепила и пошла крутится крутите на себя потом надо смочить эту полоску наследники образно и сделать буквально один оборот открываем машинку получаем вот такую вот прекрасную сигарету ну если можно так назвать то есть набивка какая вам надо хотите чтобы было больше набивка значит больше табака положили да и все то есть видели да это абсолютно не сложно и как бы большого ума не надо второй метод значит такой вот такого типа машинка так она открывается так закрывается делает такие хитрые движения значит здесь как бы еще проще вы просто-напросто табак ложите опять же ложь билку которая тут вот есть сложили там притрамбовали потом после попадается к этому веточка она номинат все положили табак берем гильзы так даются вот такие вот гильзы абсолютно нормальная сигарета только в ней нету табака надеваете ее на такую трубочку которая вот здесь вот закрываете прижимаете и таким движением набиваете табак сигарету все у вас получилось сигарета с фильтром ну как бы все ее не отличить вот заводской то есть метод еще проще но он за собой тянет такие вещи как надо носить с собой машинку большую надо носить с собой гильзы гильзы они идут таких коробках здоровенных ну как бы ну неудобно если допустим дома то то ладно то можно значит эту сигарету я скрутил без фильтра вы понимаете да я говорил себе положить фильтр потом табак то получится сигарета с фильтром мне нравится курить без фильтра я себе назачил назачил наделал целую кучу вон штуков кстати в этом деле я пошел очень далеко и и такого там наделал начиная от таких вот простых классических ну вот просто все такого типа сделал себе некие такие трубочки то есть такого типа вот по себе поставили сигарету таким образом это выглядит это из веточки просто в общем в общем я их наделал миллион то есть понимаете понесло остапа просто веточка просто веточка она является мой штуком ну ну просто классика почему потому что почему их много не только я просто люблю играться нет просто когда куришь много и часы 1 штук начинает дурно пахнуть а когда часто их меняешь они не успевают заваниваться и ну как бы то же самое с трубкой нельзя курить трубку иметь человек курить трубку у него не может быть одна трубка она будет вонять за 10 метров будет слышно что она не воняет как бычками трубки отдавать отдыхнуть покурил там пару раз положил покурил другую трубку тогда она пахнет вот это что касается касательно моего курения значит я повторюсь я не считаю курение это хорошая привычка это не хорошо но курят люди я курю не один много людей курит и наши ребята которые находятся сейчас на войне тоже многие из них курят и и что я себе решил я решил как-то поделиться то есть деньгами делиться я уже не могу денег откровенно нету решил поделиться табачком табачок у меня есть и у меня есть запасы еще вот такие там пару килограмм табака у меня есть сейчас минутку там ребята что-то строится да так вот решил я как бы своими запасами поделиться то есть я буду делать такие маленькие бандерольки там скажем по 250 грамм табака пару пачек ну штук 5 пачек бумаги машинку машинки недорогие на порядка там 100 гривен стоит и отправлять их прямо на передовую есть такая возможность есть ребята которые волонтеры возят туда я буду во первых я буду знать точно что она приехала именно туда куда я хочу попала именно туда куда куда надо попасть а нашим хлопцам это будет действительно такое подспорье потому что таких условиях в таких ситуациях скажем поговорить бывает куда лучше чем съесть конфету скажем так так что вот такая вот у меня мысль вот хоть как-то хоть чем-то помочь нашим хлопцам кто хочет присоединиться давайте пожалуйста будут только рад поможете мне я помогу нашим хлопцам они будут рады они будут рады сто процентов ну как бы на этом все ребятки давайте до новых встреч увидимся